Землетрясений больше не будет. Жители улицы Липецкой, что в Данинске, вздохнули спокойно. Ведь многотонные фуры с углем из нелегальных шахт больше не сотрясают их дома и не разбивают дорогу. Макеевскую копанку закрыли. Теперь людей волнует другой вопрос. Кто восстановит их разрушенные дома? Александр Певтьев продолжит. Сейчас этот огромный карьер пустует, однако всего несколько дней назад здесь велась бойкая добыча угля. Это видео сняли жители Донецкой улицы Липецкая. Люди говорят, грузовики с углем по дороге курсировали круглые сутки. Дом, где живет Антонина Гончарова, находится в нескольких метрах от трассы. Когда тут проезжали многотонные Камазы, в ее квартире было настоящее землетрясение. Трещины появились. Вот он, цоколь отошел на 20 сантиметров буквально по всему дому. Вот, рушится, видите, трясет, рушат окна, вон отпадает все. Камазы, которые возили уголь, теперь стоят на штрафстоянке в горнятском райотделе Макеевки. Водителей и собственников этой техники правоохранители обещают найти. Было изъято 9 единиц тяжелой техники. Именно это 4 экскаватора и 5 грузовых автомобилей. Люди неоднократно жаловались на нелегальные шахты в Донецкую мэрию. Однако там разводили руками. Мол, копанка Макеевской решать проблему должна власть соседнего города. В полномочиях лишь запретить большегрузам въезд в Донецк. Точку в этом вопросе поставили накануне. У нас есть комиссия, у нас есть акты, милиция постоянно на этом работает. И если на сегодняшний день выехать в тот район, который межевой, высокий, то можно увидеть, что там как бы с четверга мы уже прошлой недели именно активно этим занялись. И за эту неделю наведем там серьезнейший порядок. Однако проблемы жильцов улицы Липецкой на этом не закончились. Несколько двухэтажных домов нуждаются в капитальном ремонте. Люди пишут донецким властям коллективное письмо с просьбой о помощи.